Вы не можете понять, что человек в себе и что он говорит, только лишь на половину языка телефона. Мы не можем понять самого человека, если мы просто поговорили с ним по телефону. Если мы услышали только половину разговора. То есть если мы не знаем, с кем он говорит с той или с другой стороны, тогда нам тяжело вообще понять, что он говорит. Вы понимаете, что я говорю? И вот когда мы читаем послание Павла, мы как будто слышим только половину разговора. Мы должны поставить зеркало против этих слов, которые Павел говорит, чтобы вы могли понять, кто стоит на второй стороне. И вчера я кратко пытался это сделать в конце. Если вы помните, Иосиф говорил в конце вчера, что нет никакого смысла Павлу говорить еврею, что он тоже был обрезанный, что он рос в Израиле. То есть нет смысла, если против него стоят евреи. Эти слова не имеют никакого веса. То есть оппозиция Павла, те, которые стояли против него, про которые мы говорим, что это вы, это были язычники. То есть это были язычники, которые пришли к вере в Ишуа, они совершили гиорь. И вот таким образом они начали давить на других верующих, которые находились в общине, чтобы те тоже стали проходить гиорь. Но Павел, он противостоял вот этому гиору. И тогда они его обвинили в том, что он не проповедует всю Евангелие. Что он не проповедует всю Евангелие. Они его обвинили в том, что он как бы только половину Евангелия рассказывает. И вот этот вопрос, это не только вопрос Павла. То есть этот вопрос так же понимается в Деянии в 15 главе. Что Шаул и Барнабас, они приходят в Иерусалим. И там вот они встречаются с другими апостолами. И там есть Яков, Петрус и Петр. И также старешины и апостолами в Иерусалиме. И есть махлокет внутри апостолами. Хелек из них сказал, что Гоиим нужно делать бритвила и להתгайр. И был спор такой, что некоторые старешины, они говорили, что да, язычники, они должны делать обрезание и принять гиюр. А другие говорили, что они ничего не обязаны. И это очень интересная глава, в которой про Павла там рассказывается. То есть Павел на тот момент он молчит. И вот все это время, когда они разговаривают и спорят, он молчит и не говорит ни слова. Кто говорит там? Петр и Яков. И Петр и Яков, оба они, они против гиюра. То есть то, что они делают, они наоборот приводят доказательства из священных писаний, почему язычники не должны проходить гиюр. И Павел уже давно об этом написал в своих посланиях, Коринфина. И он говорит, эти послания были написаны до того, как он пришел в Иерусалим. То есть оба этих послания были написаны до того, как он посетил. В Иерусалим. Иерусалим. Рыб. я.